Римляне, 12 глава. Давайте почитаем Римляне. Итак, умоляю вас, братья, с самого начала. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. К этим стихам мы часто обращаемся. Дальше. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчество и по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием». Ну вот, до сих пор. Дальше он говорит, что любовь да будет непритворна. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью». Ну, можно, в принципе, прочесть всю главу, если уже так пошло. Но я думаю, что вот это достаточно. Первое, сколько мы прочли, ну, скажем, 8-9 стихов. Значит, что он нам говорит? Он нам говорит, чтобы мы не сообразовались с этим свеком, то есть с этим миром, но чтобы мы преобразовались обновлением ума. Опять речь идет об уме. Вот. И чтобы мы предоставили себя, тела, в частности, Богу для разумного служения. И он говорит о том, чтобы… Нужно менять наше мышление. Нужно менять мышление, чтобы познавать волю Божию. И дальше… Обычно мы на этом останавливаемся, но дальше он продолжает говорить. Третий стих начинается со слов «По данной мне благодати, всякому я вас говорю». И здесь он как бы меняет тему. Но на самом деле он продолжает. То, что он начал говорить, он продолжает говорить. А именно, что это обновление ума, о котором он говорил во втором и первом стихе, это не только отношение и мышление по отношению к этому миру и к делам этого мира. Что потому, что мы неправильно относимся, неправильно мыслим по отношению к этому миру, и у нас не всегда правильное отношение к ценностям этого мира. И мы это понимаем, мы это знаем, и это правильно. Но в контексте вот этой главы я обратил внимание, что новое мышление относится к тому, что он говорит в третьем стихе. А именно, чтобы мы начали, обновили свое мышление в отношении… Знаете чего? Третий стих. По данным неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте, третий стих, не думайте о чем? О себе, о ком? Как? Более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Богу делил. Значит, обновление ума в контексте, вот в этом контексте, я вижу, что он хочет, чтобы мы обновили свое мышление именно по отношению к самым себе, чтобы мы думали о себе правильно. Чтобы мы думали о себе правильно. И потому что можно правильно думать, поменять отношение к ценностям, к миру и ко всем другим вещам. Но если человек неправильно о себе думает, то неправильное мнение о себе, оно приведет к неправильным действиям, потому что наши действия, они всегда выходят из наших мыслей. Мы планируем, мы думаем. Я вот о себе думаю это, поэтому я и делаю так. Почему? Потому что я это вот такой, и я вот это вот всякой. И поэтому, если я думаю о себе более, чем я есть на самом деле, то я и буду делать дела. Те, которые... Ну, для меня слишком большие дела. То есть я буду делать не то, что я должен делать. Я буду делать дела, которые... Ну, которые я не могу делать. Но я их делаю, потому что я думаю о себе. Вот то и то. И он говорит, что нужно обновить мышление о себе. Обновить, чтобы думать о себе правильно. Как нужно о себе думать? Нужно о себе думать по мере тех способностей, по мере тех дарований, которые каждый из нас имеет от Бога. То есть по мере веры, которую каждому Богу делил. Я уже сказал, что иначе получится. Дальше он говорит о теле, потому что в одном теле много членов, так и как у нас в одном теле много членов, то же самое и в теле, как в церкви, очень много членов. Если человек будет о себе неправильно думать, то, в принципе, ничего не получится. А что должно получиться? Должно получиться то, что когда человек поверил в Иисуса Христа, то что произошло? Когда человек исповедовал его своими устами, поверил сердцем, исповедовал своими устами, то что происходит? Дух Святой помещает этого человека куда? В тело, в тело, то есть в церковь. Он становится частью Церкви Христовой, он становится членом его. Это называется крещением. Мы крестились одним Духом в одно тело. И при этом, если человек будет неправильно о себе думать, значит, это привлечет, переведет к тому, что он в этом теле будет делать не то, что Бог определил для него делать. Вот почему? Потому что Бог определил для каждого человека совершенно конкретное место в теле. Понимаете? И мало того, Бог определил для каждого человека совершенно конкретную функцию, какое-то дело делать для Бога, для назидания этой Церкви. Как это не может казаться удивительным, но тем не менее, каждый из нас имеет определенную функцию. И чтобы исполнить это дело, которое Бог дал каждому из нас, Он еще дал каждому из нас определенные какие-то таланты. Это сверхъестественные, какие-то дарования. И так Господь хочет, чтобы мы, как Петр сказал в 4 главе, он сказал, чтобы мы служили друг другу каждым даром, который мы имеем от Бога. Понимаете? То есть мы должны так служить. То есть мы должны так функционировать в теле, в Церкви, не своими естественными, а сверхъестественными дарами, которые у каждого, я делаю акцент, у каждого из нас имеет от Бога. Понимаете? Если человек будет о себе мыслить более, чем он есть на самом деле, то он будет и делать. И делать будет более, чем он должен делать. И поэтому тело не будет функционировать. Оно будет неправильно работать. Или, по крайней мере, этот член не будет неправильно работать. Но это болезненное состояние тела. Понимаете? Это болезненное состояние. Потому что в теле должна быть гармония. Как в человеке должна быть гармония в теле. Руки, ноги, они все исполняют определенные функции. Уши и так далее. И то же самое он говорит в «Счастье». И то же самое он говорит в «Коринфинах». Он приводит параллель нашего человеческого тела. Если рука себе подумает, что она способна на большее, чем рука, и начнет думать, если рука начнет думать, то кто будет брать, и кто будет что-то делать? Понимаете? То есть она исполняет функцию головы. И ничего хорошего из этого не получится. Понимаете? И так далее. То есть вот так у каждого от Бога есть своя функция. Всегда нужно смотреть, как нужно обновить мышление. Обновить мышление нужно следующим принципом. Если раньше человек смотрел на себя с точки зрения, как вот он, он был как бы сам, понимаете? Он смотрел все со своей как бы позицией. То сейчас на вещи верующий человек должен смотреть с позиции тела Христова. Все, что верующий делает, и все, что верующий предпринимает, он должен смотреть, будет ли это какое-то назидание для тела. И это принципиальное новое мышление. Почему? Потому что в мире этому не учат. В мире этому не учат. Оказывается, все это начинается с правильного, нового мышления о себе. ведь в чем, ведь в чем, в принципе, греховность человека? Когда человек, греховность человека, это не обязательно, что он какой-то плохой или преступник. Ведь не только преступники, грешники, все же люди грешники, но есть люди очень порядочные, и, в общем-то, никому ничего плохого они никогда не делали. Но, тем не менее, у него грешная природа. В чем это выражается? Если он вообще живет, вот никого не трогает, как мы говорим. В чем выражается вот эта вот его греховность? Она выражается в том, что он, этот человек, он эгоцентричен. Что значит эгоцентричен? Это значит, что он видит себя в центре, понимаете? Он в центре. Эгоцентризм – это своего рода высшая степень эгоизма. Он видит себя в центре. Это значит, что он по своей сути не служитель. Почему? Потому что служитель – это… Что такое служитель? Служитель – это его природа, говорит, видна в его названии, то есть в его функции. Он служитель, он служит. И это, в общем-то, основное дело верующего человека в центре, в церкви. Человек, в принципе, в своем, он не служитель, потому что служитель – это тот, который делает что-то для других. И если человек эгоцентричен, а он, он тогда не способен на жертву, а он не способен ни на любовь, он не способен на благодать. Благодать не сможет через него функционировать. Потому что в основе, в основе благодати и любви оно лежит что? Лежит жертва, лежит самоотвержение какое-то, само пожертвование какое-то, на что человек не способен в силу своей эгоцентрической природы. Иногда может человек сделать какую-то услугу, но он делает услугу с какой-то сумыслом, что за эту услугу он получит что-то, какое-то вознаграждение. Понимаете? То есть и это получается с какими-то эгоистическими, он делает добро, но уже с каким-то on the back of his mind, он думает, что я за это что-то получу и делает добро. И это уже, в глазах Бога это уже не считается добро. Поэтому Господь сказал, что когда вы зовете на обед, то вы не зовите там на пир или на обед, я не помню, там каких-то богатых, которые вас тоже потом позовут на обед к себе за то, что вы их позвали. То есть вам не будет от этого никакой награды. Но вы зовите слепых, увечных, нищих, больных и так далее, и так далее, которые не смогут вас. И вот тогда это зачитывается. Это противоречит, это противоречит Божьим принципу, это противоречит Божьей новой природы. Это новое мышление, это новое мышление. Потому что эгоцентрический человек, он хочет, он хочет, чтобы его любили, но в принципе он на это не способен, потому что он видит себя, он видит себя в центре. И вот в этом греховность человека, он может ничего никогда не сделать плохого, в том плане, там не украл, не убил, не погубил, но у него такая суть, что он себя видит в центре, понимаете? Вот это вот греховная суть. И даже когда он приходит к Богу, он тоже начинает рассуждать, что вот Господь, ты вот меня, ты вот меня благослови, и я вот то, и я то, и все мне, и все мне, и у него такие молитвы, и он ради этого за Богом ходит, и все ради этого, понимаете? То есть он пришел к Богу, он поверил, он покаялся, но Бог ему нужен тоже для себя, стало быть, суть его не поменялась, а мышление у него не поменялось, понимаете? Вот как он говорит, вы идете за мной, потому что вы ради себя идете, вы ели хлеб, вы носительесь, вы ради себя идете. И, к сожалению, это вопрос серьезный, среди верующих людей есть такая тенденция, я верю в Бога, я то и то, но я это все как бы, чтобы потом Господь мне это воздал. Господь воздаст, это без вопросов, но мотив, понимаете, мотив, проблема в том, что не поменялось мышление, не поменялось мышление, он как был в центре, так и теперь он пришел к Богу, и чтобы тоже Бог был для него, чтобы он по-прежнему остался в церкви, в центре. Это не годится, это неправильное мышление. Это было в самом начале, вот это вот прирост, суть этого, она была в самом начале, когда в Ильдамском саду вот предложили вкуси этот плод, попробуй у тебя, откроются глаза, это все как бы тебе, понимаете, посмотрите, как лукаво приходит, вот тебе, вот я тебе вот сейчас вот вкуси, и у тебя глаза откроются, ты будешь знать вот это, ты будешь как боги, это все ты, все ты, тебе, все это тебе будет. И мудрость будет, и сила будет, это все будет твое, понимаете, вот так вот лукаво приходит. Поклонись мне, Он пришел к Христу, поклонись мне, и я тебе дам, в общем-то, все богатства этого мира, понимаешь, вот докажешь, вот ты, то есть я должен доказать, это все мне будет. Это мирское, это когда все тебе, когда в центре, когда человек в центре, у него нет мышления служителя, у него нет мышления нового человека, понимаете? Ну, конечно, здесь Иисус Христос является лучшим примером для нас. Он сказал, что я пришел… Вот давайте посмотрим Матфея, 20 главу, с 25 стиха где-то. Он говорит, Иисус подозвал их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. То есть, вот так вот в мире, вот эта вот тенденция в мире какая? Что князья, они господствуют над народами, и вельможи властвуют над народами. 26 стих. Но между вами да не будет так, понимаете? То есть, так не должно быть по-новому. В царстве не так. Что значит новое мышление? Мышление, которое господствует в царстве. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. 28 стих. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть, вообще, с чего начался этот разговор? Начался разговор от того, что они хотят сидеть. Один хочет сидеть по правую сторону, другой хочет сидеть по левую сторону. У них были такие разговоры у учеников. Понимаете? Они уже сейчас себе как бы бронируют лучшие места в царстве небесном. В царстве. И часто у них, они шли за ними, они спорили из них, кто больше. Почему? Потому что, ну, это чисто такое мирское мышление. Они хотят, кто... Если ты выше, если ты выше, значит, ну, у тебя больше власть, тебе больше служат. То есть, у тебя больше... Ты больше в getting benefit, понимаешь? У тебя больше в подчинении, то есть, у тебя больше слуг. И, в общем, больше. Тебе больше. Ты в центре большего. И он говорит, вот это и есть в мире. Потому что князья, они господствуют, вельможи, они царствуют или так далее. Но у вас должны быть другие мысли. Между мамой у вас да не будет. Почему? Потому что в царстве, вы хотите в царство, вы думаете, кто будет большим в царстве? В царстве другие совершенно, другая обстановка, там другие принципы. Если кто больше в царстве, кто хочет между вами быть большим, тот да будет вам слугой. И в том, чем ты выше, тем больше ты служишь. Понимаете? В церкви среди верующих людей нет, ну, я не хочу сказать, что нет, но мало этого, понимаете? В церкви очень много мирского attitude. Вот если ты больше там какой-то пресвитер, или там у тебя какой-то знаменитый церковь, то все вокруг тебя, но у него нет attitude of the servant. И это мир. Это мир. Что это значит? Это значит, что преобразоваться обновлением ума. Не произошло обновление у этого там какого-то великого служителя. Не произошло это обновление. Почему? Потому что он говорит, думайте о себе скромно. Это что значит? Это значит по мере веры. Но не думайте о себе более, чем вы есть на самом деле. И если по Божьей благодати человеку дана какая-то власть, дана какая-то позиция, дана какое-то положение в теле, высокое, то он должен понимать, что чем выше у него положение, тем больше он слуга. То есть не ему, а он служит. Он это понимает или нет? Боюсь, что далеко не всегда это понимает. Почему? Потому что вы сталкивались, я сталкивался неоднократно совершенно другим мышлением. Когда ты в церкви... Послушайте, когда вы в церкви встречаетесь с тем мышлением, которым вы встречаетесь, скажем, на Microsoft или на Boeing или других каких-то компаниях, it means something is wrong. Потому что церковь принадлежит совершенно другому миру, где царят совершенно другие законы. А эта компания, этот завод, предприятие принадлежит этому миру, где царят законы этого мира. Так почему же в этих двух местах, которые находятся в разных мирах, доминирует одно и то же мышление. Почему? Чем ты больше, тем больше тебе. И вот он отвечает, почему. Потому что не произошло, не произошло обновления ума. Человек не преобразовался. Если какой-то пресс-фитер, какой-то пастырь, какой-то большой, какой-то мощной церкви, у него такой же этитюд, как у какого-то президента какой-нибудь серьезной компании, и они одинаково недоступны, и они одинаково, вот так вот они себя ведут, то вы знаете, что что-то тут не в порядке. Вот он говорит в 28 стихе, «Сын человеческий, Господь, не для того пришел, чтобы Ему служили», 28 стих, но чтобы послужить и отдать, чтобы Он пришел, в принципе, чтобы служить. Понимаете? Евангелие от Марка особенно показывает Иисуса Христа как служителя, as a servant. Он не пришел, чтобы Ему служили, будучи уже выше Его имя, выше всех имен. И вот Он учит этому своих учеников, которые на тот момент совершенно не понимали это. Почему? Потому что они у них цель, они идут за Ним и мечтают, и мечтают. И поэтому они не понимали, что Он говорит. Он говорит о своей смерти, они не воспринимают это. И поэтому Он говорит в послании к Риму, что нужно преобразоваться обновлением ума, чтобы познавать, или как там, что есть воля Божия, благая, угодная, чтобы волю Божию познавать. Поэтому воля Божия, она духовная, но мы пытаемся познать нашими мирскими вот этими какими-то стандартами, и мы не понимаем, что Бог хочет от нас. Ну, конечно, не понимаем, как и они не понимают. Понимаете? И все это начинается с чего? Это что, плохие люди? Нет, речь идет, нет такого понятия в Библии, и плохие люди речь, и есть понятие духовное и плотское. Все начинается с того, что люди мыслят о себе, о себе неправильно, мыслят о себе неправильно. И когда они попадают в тело, а они да попадают в тело, когда они попадают в тело, они попадают в тело, когда их Дух Святой помещает, то есть крестит, Духом Святым Бог духом помещает в тело, и они становятся частью, членами тела, где у каждого, опять я повторяю, есть своё дело, есть своё место, и для этого Бог даёт каждому своё дарование, своё помазание для конкретного этого дела. Вот давайте посмотрим ещё, как это проиллюстрировано в книге «Судей» в 7 главе. Книга «Судей» в 7 главе. С какого стиха? Ну, скажем, можно... Это была история Прегидеона, как он... Помните, когда Господь оставил 300 человек, и они воевали с Мадиамским царём, Мадиамитяне. Вот. И 16 стих. «И разделил 300 человек на три отряда, дал в руки всем трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники». И сказал он, смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. То есть, смотрите, есть тело, окей? Есть тело, в котором совершенно конкретное количество людей. 300 человек. И каждому из этих 300 человек дан какой-то инструмент. Ну, в данном случае я... Ну, это образно. Дан кувшин, окей? Пустой кувшин. И в кувшине есть светильник. И ещё дана труба. То есть, даны какие-то дары. И глава этого тела, глава этого отряда, есть Гидеон. И поэтому он глава. И они ничего не делают сами. Он говорит, смотрите на меня и делайте то же. То есть, смотрите, что я буду делать. Я глава, я даю указания. И вы делаете... И когда я, и находящийся со мной, и затрубим трубой, 18 стих, и вы трубами вашими вокруг стану, и кричите, меч Господа и Гидеона. И подошёл Гидеон, и сто человек с ним к стану, в начале средней стражи. И разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали, меч Господа и Гидеона. И стоял всякий на своём месте вокруг стана. И стали бегать... Вот это вот я, в принципе, ради этого и прочёл. 21 стих. Первая половина стиха. И стоял всякий на своём месте вокруг стана. Вот это меня интересует. И ключевое слово здесь, конечно, какое? Всякий на своём месте. Каждый находился на своём месте. Они ничего не предпринимали. Пока глава тела не сделал то, что нужно было сделать, а им был дан приказ – делайте то, что я приказал делать, и вы делайте. И когда он сделал, они стали делать то, что они... И каждый стоял на своём месте и пользовался этим инструментом, который им был дан. И 22 стих говорит о том, что между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всём стане, и бежало ополчение, и так далее, и так далее. Короче, они все были уничтожены. Эти мадиамитяне. Или каких-то... Мадиамитяне. Почему? Потому что каждый член, каждый воин, каждый их 300, он пользовался не какими-то своими идеями, а он пользовался тем, что ему было дано, а именно труба, кувшин, светильник. И ещё самое главное – он делал то, что было ему приказано. И он стоял на своём месте. Вот эти вот ключевые места, вот эти вот ключевые три-поинт. Первое – он пользовался тем даром, которые ему были даны. Второе – он был послушен, он делал то, что ему сказано. И самое главное, как мне кажется, что он стоял на своём месте. Понимаете? Вот эти вот три вещи. Вот это вот работа тела. Если бы кто-нибудь из этих солдат Гидеона решил, что мне не нужен этот кувшин. Что это за «я иду на войну с кувшином», со светильником. Он должен был взять копьё или ещё что-нибудь, меч, потому что это же война, и вступить в сражение. Ну, так что из этого получится? Наверное, не то, что нужно. Почему? Потому что там их в тысячу раз больше. То есть, надо другие орудия какие-то, нужно другие способы войны. И это было от Бога. И было послушание, было такое «strategic placement of each soldier», и поэтому всё получилось. Понимаете? То же самое должно быть в церкви. То же самое. Потому что в духовных вопросах намного всё сложнее. Но, оказывается, начинается всё не с каких-то дарований, что нужно получить какие-то дарования или ещё чего-то там, какие-то таланты, а всё, оказывается, начинается с правильного мышления о самом себе. Писание предлагает обновить новое своё мышление, поменять свои мысли и начать мыслить по-новому. И новое мышление, я повторяюсь, оно уже базируется не на основе себя, а ты уже смотришь на вещи, у тебя уже совершенно другой перспектив. Ты смотришь на вещи с позиции тела, в котором ты есть всего лишь член. И когда у тебя такой перспектив, то ты уже приносишь, ты можешь себя приносить в жертву. Ради чего? Ради благополучия всего тела. То же самое, как шахматист иногда приносит какую-то фигуру в жертву, чтобы выиграть всю партию, понимаете, ради общего дела. То есть отодвигается вот эта вот эгоистическая позиция в сторону, а её нужно, поэтому по Христову говорит, отвергнуть себя. Отвергнуть себя. Но это происходит в первую очередь в мышлении. В первую очередь в мышлении. Писание учит нас, чтобы мы ревновали от дурак духовных, но чтобы мы старались ими обогатиться не для себя, это коринфяне уже, а для назидания тела, понимаете? Ну вот то, что я видел в своей жизни и в своём опыте, больше всего я видел почему-то ревность о даре говорения на иных языках. Я это видел, я это до сих пор вижу. Да, но этот дар, он практически не способствует назиданию тела, потому что когда ты говоришь на языках, ты говоришь тайны Богу, а стоящий здесь возле меня, он от этого не получает никакого назидания. Павел сказал, что когда я в церкви, я лучше скажу несколько слов на языке, чтобы другие услышали, чем тьму слов на языке, от которого слушащие не получат никакого... Дух мой назидается, но ум остаётся без плода. И для церкви... Почему нет ревнования о других дарах, которые... Ну есть, но почему об этом даре... Это говорит о том, что люди просто мыслят о себе. Он хочет... Я не знаю, такое у него мышление осталось. Новое мышление – это когда человек занимает совершенно определенное место, определенное место Богом. Поэтому Иаков говорит, немногие делайтесь учителями. Потому что если я возобновил о себе, что я учитель, то я начинаю учить, не будучи учителем. Но это ещё полдела. Но самое главное, что я начинаю учить, не имея ничего от Бога. Почему? Потому что... Ну, Бог не ставит меня учителем. А раз Он не ставит меня учителем, я не на этом месте, как вот с историей Гедуонов, значит, у меня нет дара учителя, потому что по мере веры у каждого есть дарование. Но я возобновил себя учителем, я возобновил себя пророком, я начинаю пророчествовать, я начинаю учить, не имея ничего от Бога по этому поводу. И ничего из этого хорошего не получается. Ни для меня, ни для слушающих меня. Поэтому нужно по мере веры, которую каждому уделил Господь. Поэтому нужно здесь искать Бога и спрашивать у Бога о том месте и о той функции, которая у человека есть от Бога. Она есть у него от Бога. У Бога есть всегда порядок. У Бога всегда порядок. Это что значит? Это значит, что каждый человек занимает свое место в теле. И он там должен находиться, он должен стоять на своем месте. Понимаете? Вот мы как бы мы прочли «на своем месте». Божий порядок, он присутствует везде. Он присутствует на работе, там, говорят, «Вы, слуги, покоряйтесь своим господам». Понимаете? Божий порядок должен быть в семье, окей? Божий порядок должен быть в семье. И какой Божий порядок в семье, мы все знаем. Не всем нам это нравится, но мы знаем, какой он должен быть. Это Божий порядок. Его Бог установил, его никто-то другой установил. Тут спорить бесполезно и соглашаться, не соглашаться, никто не спрашивает ни твоего, ни моего согласия. Есть Божий порядок. Period. Божий порядок есть в церкви. Это Божий порядок. И согласно инфопорядку, ты и я, мы должны занимать свою ячейку, должны занять. У нас там будет помазание, у нас там будет дарование, и мы там будем исполнять свои функции. Я думаю, что именно так будет в царстве вечности. Там будет каждый делать то дело, которое от Бога. Божий порядок. Седер. Порядок. Как оркестр, понимаете? Порядок. Инструмент определенный вступает, потом он тут же и играет, тут он перестает играть. Вместе, по отдельности, солирует. Вместе, как в один аккорд. Громче, тише, все по инструкции, все по нотам. Порядок. Тогда оркестр звучит, тогда армия функционирует, тогда церковь функционирует. Но этого невозможно достичь, понимаете? Этого невозможно достичь по одной причине, что человек не думает о себе так, как он должен думать. Человек думает о себе так, как он хочет о себе думать. И очень часто, если это практически не всегда, он думает о себе не так, как Бог. Определил для него. Поэтому отсюда и деятельность, которая не нужна Богу. Поэтому сказано, разумное служение. Есть разумное служение, а есть неразумное служение. Человек иногда говорит, мне не обязательно ходить в церковь. Почему? Потому что мне Господь говорит, у меня есть Библия. Ну окей, хорошо, он так говорит, но я вижу, что он не понимает. Он не понимает. Почему он не понимает? Потому что он не понимает, что сегодня такая диспенсация, это не время Ильи, понимаете? Это не время Елисея, который они были, он один был, сидел в пустыне, в пещере и слушал Бога. Но сейчас период церкви. Это что значит? Это значит, что церковь – это есть целое, а ты в ней всего лишь часть, понимаете? Часть. И если я часть говорю, что я не хочу принадлежать к целому, а что я часть, могу сам функционировать, то это говорит о том, что я не вижу себя как часть, потому что часть, она стремится быть причащенной какой-то, понимаете, к целому, к чему-то. Часть, она не может быть частью. Часть дома, часть машины или там часть чего-то. Часть – это часть. Это незаконченное что-то. It's not functional. Она не имеет… Does it make sense? Часть сама по себе doesn't make sense. Она только начинает функционировать только тогда, когда она часть тела, часть чего-то. Поэтому человек не понимает этого, и он считает, что ему не обязательно принадлежать к какому-то телу. Он говорит, я принадлежу… Нет, так ты должен принадлежать к какому-то телу, ты будешь частью тела. Потому что иначе ты просто не сможешь функционировать. Пойми, ты есть часть. Окей? Ты не целая, ты часть. И как часть ты не сможешь функционировать. You're lacking как часть, как член. Если ты не член тела. Это то же самое, что ветка лежит на дороге, которая отделена от дерева. Что толк от этой ветки? Она не может. Она может только делать какую-то одну функцию. А функция тела – это тело, но она может делать всё. И вот когда вот эта вот ветка, когда эта вот часть начинает что-то делать, то это что? Это получается неразумное служение. Как там сказано в римлянах… Я уже забыл двенадцатая глава. Предоставьте в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Окей? Предоставьте тела ваши в жертву. То есть откажитесь от этого вот эгоизма. Предоставь себя в жертву. Потому что Богу нужно служение. Разумное служение. Разумное служение – это когда человек понимает своё место и понимает своё призвание. Когда он отказался от каких-то своих идей, которые у него свои, я не знаю, откуда они пришли, и нам всё время что-то в голову приходит. И, как правило, нам приходят в голову идеи, которые больше, чем мы есть на самом деле. И он говорит, чтобы мы не думали о себе больше, чем мы есть на самом деле. Разумное служение – это когда человек понимает. Человек не может делать разумное служение, если он не находится на своём месте. Разумное – это когда человек понимает своё место, понимает свою функцию и служит тем, что Бог ему дал. Вот тут у него труба, тут у него кувшин, и хоть ему кажется, что это я на войну иду с этим кувшином, но он приносит в жертву свои какие-то планы о себе, мечты о себе, и берёт этот кувшин, берёт эту трубу, берёт этот светильник и идёт. И самое интересное, когда он послушен и стоит на своём месте, то получается, что есть результат, есть результат, есть успех. А неразумное служение – это когда человек служит Богу так, как он понимает. Понимаете? Вот я хочу вот то, я хочу то, я хочу то, вот мне кажется то. У Бога порядок, у Бога уже определено для тебя и для меня место ещё до того, как мы вообще родились. В этом смысл. В этом смысл. Иначе это болезненное состояние в теле. Это не что иное, как болезненное состояние, когда тело, когда у меня члены моего тела, каждый член начинает функционировать так, как он хочет. Так, когда он решает. Рука ничего не решает, рука исполняет решение, рука исполняет. Это служитель, рука – это служитель, окей? Нога – это служитель. Да, в принципе, всё служитель, кроме головы. Всё служит, голова, глава, глава тела – это Христос. И всё служит его идее, всё служит его цели. Он направляет, он определяет, он решает. Как сказано, что Дух Святой распределяет дары как ему угодно. Это 12 глава Каринтина. Как ему угодно. Если он мне даёт этот кувшин и говорит, вот это моё дарование для тебя, это то, чем ты будешь служить, то, чем ты будешь воевать. Я говорю, я не хочу, я хочу копьё, я хочу меч. Что это за кувшин? Поэтому нужно в жертву себя принести. Поэтому нужно обновить мышление. И в этом-то, в принципе, и суть. Потому что в противном случае ничего не изменилось. Потому что человек, я уже говорил, я повторю быстренько, что человек, он всегда мыслит о себе как в центре, что это всё так, как он, так, как он, вокруг себя, вокруг себя. Понимаете? И это не так просто, но это нужно менять. Это нужно менять. Нужно мыслить в перспективе тела. Нужно мыслить как команда, понимаете? Как в спорте, я хочу там забить гол, так я с мячом, я даже не отдаю ему пас, потому что я хочу забить гол. И, может быть, он находится в лучшей позиции, но я хочу забить. Я хочу там показать своё мастерство. То есть я о себе, но я не мыслю в масштабах команды. Понимаете? То же самое и здесь, в принципе. Так, кстати, в спорте, в команды, когда такое командное мышление, оно довольно-таки развито, и там они следят за этим. Так вот, вот так вот в церкви должно быть. Даже смешно, что я привожу пример из спорта, что должно быть в церкви. Это ридикулос. Должно быть наоборот. Кощунство какое-то. Спортивная команда служит примером для церкви. Это ридикулос. Но, к сожалению, это может быть и так. Сегодня такое время, что верующий человек не может быть сам. Понимаете? Почему? Потому что я вам уже сказал, верующий человек сегодня, он всего лишь часть. Сама по себе часть, она doesn't make sense. Член, член чего? Я член, член, член чего? А где все остальное? Я не знаю, но я вот где-то какой-то член. Ты должен быть член тела. Вот тогда you make sense. Ты должен быть член, член? Ты должен быть член. Окей? Ну, это всё.